Привет, друзья! А вот мы наконец-то на Computex. Он начнется, конечно же, завтра. В аэропорту Тайваня мы приземлились буквально несколько часов назад и уже получили кучу информации, ну, которой с вами и будем делиться. Завтра начнут выходить самые интересные ролики, а сегодня, так скажем, разминочный о том, что было еще до того, как мы сюда попали, и вот о дне сегодняшнем. Это о мнении американцев, о китайцах и мнении китайских инженеров о том, что же на самом деле произошло с видеокартами NVIDIA RTX 2080 и просто 2080. Помните, вот те вот бракованные модели? Нам расскажут, что действительно было. Итак, после того, как китайский чипмейкер, производитель микроэлектроники SMIC объявил о том, что уходит с американской биржи, советник, бывший советник Трампа заявил, что на вытеснение Huawei они не остановятся, и задача США полностью вытеснить китайские компании западного рынка. SMIC, кстати, производит для того же Huawei микросхемы управления питанием, которые производят по 180-нанометровым нормам, и среди клиентов значились ранее американские Qualcomm, Broadcom и другие. Ну, наверное, сейчас уже не будут. Само производство, судя по новостям, уже освоило 14 нанометров и уже осваивает 7 нанометров. Ну, и продукция SMIC, по идее, должна в перспективе значительно снизить зависимость Китая от тайваньской фабрики TSMC. Один из основных клиентов фабрики — это HiSilicon, то есть Huawei, вытеснение которого названо на порядок, то есть в 10 раз важнее, чем торговое соглашение между Китаем и США. Кстати, некоторые СМИ утверждают, что все сливают смартфоны Huawei. Но даже если это так, цены на новые не особенно поменялись, судя по Е-каталогу, если вообще поменялись. И засилье БУ по низким ценам я не вижу, а хотелось бы. Что будет, если американские компании, такие как AMD, Intel, Nvidia, перестанут сотрудничать с китайскими производителями видеокарт, материнских плат? Ну, об этом вот мы как раз поговорим с одним из представителей Asus, чуть-чуть попозже, завтра, послезавтра. А сегодня я расскажу о том, что один инженер нам поведал, когда мы спросили, так в чем же заключался брак видеокарт 2080Ti RTX, и был ли он вообще. Брак заключался в микросхемах Micron, и только в них. Все видеокарты с микросхемами памяти Micron потенциально были подвержены вот этому браку. Конечно же, в большей степени пострадали Founders Edition, они вышли самые первые. И следующие ревизии этих чипов памяти были избавлены от этого недостатка. И именно поэтому Founders Edition оказались в самом хреновом положении. То есть, грубо говоря, пользователи, которые купили эти видеокарты, ну, стали тестерами. Железо, даже не софта какого-то, а вот именно железо. Оно оказалось сыровато. Ну, в отношении памяти, конечно же. Но Asus называет свой процент брака большим, а для нас, для обывателей, эта цифра очень маленькая. Это около половины процента всего. Но для брака такого уровня, оказывается, это очень много. Но начиная со второй версии, со второй ревизии видеокарт, уже на других чипах памяти, включая Micron, проблем уже никаких нет. Ну, купите вы на Micron'е вот из новых там или на Samsung'е, разницы в том, как они будут гнаться, нет никакой. Предыдущее поколение, да, разница была. Сейчас разница минимизирована, так скажем. От NVIDIA есть информация, о которой я поделюсь завтра, ну или послезавтра, я уже запутался, тут еще и, блин, разница во времени. В общем, в следующем выпуске, потому что тут еще и NDA и все такое. Но та информация, которая уже давно просочилась в СМИ, мне была интересна, и еще до отъезда я хотел об этом рассказать, но не сложилось. NVIDIA подала заявку на регистрацию торговых марок 3080, 4080, 5080. То есть 3080, 4080, 5080. И это, друзья, пока только заявка, и вот в таком вот виде. Никаких букв и дополнительных индексов, просто 4 цифры. Ну вот, видимо, слухи о том, что AMD собирается впрыгнуть в их линейку и называться там 3000-й серией, новые видеокарты Navi, они, может быть, как-то подстегнули NVIDIA к тому, чтобы сделать на опережение, зарегистрировать на опережение вот эти вот торговые марки. Но мне, если честно, не верится, нет никаких предпосылок для того, чтобы NVIDIA, фу, AMD выпускала новые видеокарты с маркировкой, как у NVIDIA. Да, в принципе, они сделали, в общем-то, это с процессорами, когда выпустили Ryzen. Но если мы в Navi не увидим ничего нового, это хорошо проапгрейдженный GCN, то и нет смысла заниматься вот таким вот неймингом. В общем, друзья, самое интересное завтра, послезавтра и еще через пару дней. И на сегодня все. Пока!